Не дня без работы. Этому принципу Гаврил Михайлович Дегтярев следует всю свою жизнь. Гаврил Михайлович вспоминает, первым ушел на фронт отец, а через год в ряды Красной Армии отправился он сам и попал в 4-й гвардейский кубано-казачий кавалерийский корпус, в 36-й полк 10-й кавалерийской дивизии, который вел тяжелые бои на Северном Кавказе. Командование немецкое совершенно четко понимало, что могут быть, оказаться они в кавказском мешке окружены. Потом начали потихоньку отходить, но бои были тяжелые. Получив боевое крещение в станице Просковейской Створопольского края, молодой кавалерист Дегтярев участвовал в освобождении города Буденовск. Зимой 43-го года начались бои за Ростов. В августе красноармеец Дегтярев принял участие в захвате Таганрогской группировки немцев. Прорыв фронта в 35 километров дал возможность пройти в тыл противника и начать боевые действия. Противостояние длилось 5 дней, после которых молодой кавалерист был вынужден взять командование эскадроном на себя. На пятый день в эскадроне осталось у нас 17 человек. Командир эскадрона погиб. Я взял командование эскадроном на себя. Он мне, командиру полка, позвонил. Он говорит, надо продержаться, Гаврил Михайлович, еще сутки. Подойдут артиллерийские части. За этот бой кавалерист Дегтярев был награжден медалью «За отвагу». На седьмые сутки боец был ранен и контужен, очнулся в госпитале. После которого военно-пехотное училище имени Орджоникидзе во Владикавказе. Через неделю после своего 20-летия Гаврил Дегтярев узнал об окончании войны. Мы следили за боями берлинскими, понятно было. И начальник политотдела, что идет речь об окончании войны. Мы проснулись в 4 часа утра. Все в трусах, рады. Говорят, победа. Начались трудовые будни. Гаврил Дегтярев вернулся в Кизляр и взялся за восстановление народного хозяйства. Продвигался по партийной линии. Инструктор орг.отдела райкома партии, политотдел Кизлярской железной дороги, председатель райисполкома Грозненской области. А в 66-м году Гаврил Дегтярев стал управляющим делами Совета министров Чечено-Ингушской АССР. Работа в автономии совпала с непростым периодом возвращения чеченского населения на родину. Это очень трудолюбивые люди, великолепные люди. Гостеприимные люди, как и всякие горцы. Я оставил очень хорошее впечатление. В Одинцово Гаврил Михайлович приехал в 90-е годы, вслед за сыном. В 99-м ветераны избрали председателем Одинцовского отделения Межрегиональной общественной организации инвалидов, войн и военной службы. В это время от руководства Чечни получил приглашение помочь в восстановлении республики. За плечами был уже восьмой десяток. Гаврил Михайлович отказался. К 70-летию победы ветерана ждала очередная весточка. Теперь от Рамзана Кадырова, который приглашал Гаврила Михайловича встретить День Победы в Грозном. Я, конечно, хочу проехать. Город сейчас преобразился. Я скажу, очень много. И его активное участие и стабилизация обстановки в республике, и в развитии народного хозяйства, и в развитии здравоохранения, я скажу, молодой, энергичный, хорошо работает. Неутомимый председатель каждый день на посту. Помочь, организовать, подсказать. Общественный труд – это пахота, в которой не бывает передышек. За своих ветеранов Гаврил Михайлович стоит горой. Такие люди – это мощный фундамент, на котором держится наша страна. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.